В Казанский федеральный со своим визитом прибыла профессор университета Майами Дина Бирман. На встрече с ректором университета они обсудили важные вопросы по направлению мультикультурная подготовка учителя. В рамках проекта стратегической академической единицы учитель 21 века. Миграционные процессы особенно, они в последние годы стали важными, злободневными для многих стран мира и Российская Федерация не является исключением. С российской стороны ответственность за мультикультурную подготовку учителя возложена на Институт психологии образования Казанского университета. Ученые уже представили профессору университета Майами несколько своих научных проектов по тематике адаптации мигрантов и мультикультурной подготовки учителя. У нас шли семинары, неоднократно выступала сама профессора Бирман. И сейчас, до момента ее следующего приезда в мае, мы будем заниматься реальной работой, мы будем проводить исследования, мы будем делать замеры, мы будем работать в школах, мы будем работать в мигрантских семьях, для того, чтобы получить вот как раз-таки тот научный результат, которого нас ждет Казанский федеральный университет. Визит профессора Бирман был очень важен для построения планов, целей и задач на дальнейшее сотрудничество. Должен быть мост какой-то, через который можно пройти, для того, чтобы объяснить, что происходит здесь, как это отличается от того, что происходит там. Вот с этого надо начинать, потому что термины разные, истории другие, традиции другие, но темы очень похожи. Вот как их связать, как вот, наверное, я буду мостом таким. Темы миграционных вопросов профессор Бирман заинтересовалась еще в 1991 году, когда защитила диплом и устроилась на работу в бюро федерального правительства штатов, которое занималось беженцами. Почти семь лет она была экспертом по психологическим проблемам беженцев. Сейчас в университете Майами она занимается исследованиями в этой области. Это моя история тоже личная. Я приехала в Америку, когда мне было 12 лет, я приехала из Советского Союза, меня привезли родители. И тоже были трудности. И в то время быть американцем в России и русским в Америке было очень сложно. Это было 70-е годы. О своей поездке в Казань профессор Бирман рассказывает с интересом. Это ее первый визит в наш город и Казанский университет. Я знала, что это один из великих университетов России, но я не знала, что ожидать. Мне очень понравилась здесь и город, и гостеприимность всех в университете. Вот тот интерес, который здесь, и возможность это изучать, это, по-моему, очень ценно и актуально. Второй визит Дины Бирман состоится в мае следующего года, где можно будет конкретнее поговорить о результатах. Хотя сейчас уже можно сказать, что у совместной работы американских и казанских ученых по этому направлению достаточно многообещающее будущее. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.